Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Нет, ну наступает какое-то время фантастических удивлений. Дованков, вице-спикер Государственной Думы от партии, как я понял из ваших комментариев, «Новые люди», заявил сегодня, что нужно закон Мизульной принять из-за ее систематических доносов после отъезда Милохина, он говорит, она навредила возвращению огромного количества айтишников, программистов. Мир перевернулся, Мизульной нужно ноги поклониться за то, что она действительно работает с молодежью, с молодыми рэперами, исполнителями, дабы очистить действительно их песни от пропаганды наркотиков, наркотики зло, алкоголь, табукурение, алкоголь, табукурение, вреди здоровью. Сделать чище действительно пространство. И что он написал, я не понимаю, я написал в Министерстве обороны, прошу призывать вреды армии, в любом случае, вы бы там проверили, есть у него отсрочка или нет, какой донос. Интернет все как на ладони. В чем доносительство, я не могу понять. Но, конечно, чтобы... Фактически это закон об осуждении патриотов, которые обсуждают, осуждают сбежавших от ездунов, я не знаю, как сказать, но это же не всех подряд поголовно, а только тех, кто является публичными личностями, имея влияние на граждан России. Фактически он, во-первых, пел гимн сопредельного государства. Это что, ничего не значит? Поэтому я чуть не очень понимаю, а что он должен был без препятствий возвращаться? Я считаю, что это абсолютно неправильно. Но больше всего меня удивляет певцов. Я как-то относился к нему совершенно иначе, нежели чем после того, что прочитал. Певцов дело в том, что заявил, что если внесенный в перечень физлиц, выполняющий функционально странного агента на территории РФ Моргенштерн извинится, публично принесет свои извинения, то можно допустить его возвращение в Россию. Я не знаю, певцов слышал ли или нет хоть одну песню, если ее можно так назвать, Моргенштерн. Но в свое время я снимал о нем видео, он даже заносил меня в запрещен награмм, чтобы его фанаты, видимо, меня как-то так... Ну, активно было. Три волны нашествия, скажем так. Даже на улице, помню, иду по... Около президента отеля, там тренажерный зал неплохой есть. И, там, два парня и девушка, они меня узнали по именно видео об этом товарищи. И один там начал что-то петушиться за эти перья свои, что, мол, того, что вот, смотри, это же он. Но они так подойти, что-то они там издалека в трех-четырех метрах, но так и не подошли. То есть, довольно серьезная была такая... Это не травля даже, а как. То есть, он просто брал куски моих роликов о себе, когда я говорил, что послушайте, что он поет вообще. Это же деструктивное влияние на молодежь. Это еще до операции было. До начала операции мы об этом во всем говорили. Можете посмотреть, у меня на канале все есть. И вы понимаете, дело в том, что, когда я, помню, шел, я это 500 раз уже рассказывал, и там две девочки, 12-12 лет примерно, ну, так вот, визуально, с колонкой портативной, там играет Моргенштерн, там, с ЧК, тачки, там, туда-сюда. Да, это полное обесценивание института семьи, это неуважительное отношение, как называют там девушек, это вообще, это есть деньги, там, понимаете, пачки, это полностью обесценивание всего абсолютно, абсолютно. Это вот, это просто ужасно, это, понимаете, это совершенно другое направление, чем то, которое, как бы, там, эстрада, творчество, морально-нравственные ценности, что такое хорошо, что такое плохо. Это пропаганда капитальная золотого тельца. Деньги, тачки, яхты, все остальное. Еще мат-перемат, это вообще просто фантазия, это нонсенс. Певцов, опомнитесь, вообще, о чем вы говорите? Сегодня Дованков, вице-спикер, говорит, Милохина, значит, выгнала Мизулина, и надо принять против нее 100 часов справедливых работ. Вообще, о чем идет речь? Это Жорик Вартанов сказал бы, я попутал, ребята, это просто, это, ну, это невозможно просто себе представить, что происходит, друзья. И, понимаете, дело в том, что мы же ведь говорим не только о том, кто выступил там против, кто не против. Но вопрос заключается в том, что их деятельность, она была разрушительна, с моей точки зрения, для молодежи еще до их отъезда. Ну, я имею в виду, до начала операции. Вот в чем дело. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, а не с Дованковым там, значит, заявил, что не так важно, действительно ли одиозный рэпер раскаялся. Не так важно, раскаялся он или не раскаялся. Потому что его просьба о прощении может стать примером для других. То есть, не важно, с точки зрения Певцова, я так понимаю, действительно ты раскаиваешься, что ты там, не знаю, о родине наговорил, какой-то ерунды избежал. Не раскаиваешься. Главное, чтобы просто сказать, ребят, простите, извините, все, я приезжаю. И тогда можно приезжать. И не важно, что дальше человек будет внутри страны делать. И не важно, какие у него были контакты за это время за границей. А может он, как Виталий Бородин сегодня абсолютно правильно сказал, агентом ЦРУ стал. Или МИ-6, например, иностранной разведки. Не важно, главное извиниться. Все, все извинились и все заезжаем. Так получается. Вот что говорит Певцов, news.ru цитирует. Притчу о блудном сыне никто не отменял. Поэтому если человек действительно публично извинится за свои предыдущие высказания, то почему бы и нет? Дальше пусть пытается снова что-то делать, работать. Всегда надо давать человеку шанс вернуться в нормальную жизненную ситуацию. Ранее музыкант попросил прощения у россиян о Моргенштерне, заявив, что скучает по России, хочет снова делать песни для наших людей с душой. Он тут записал какую-то песню там в русле шансона, что-то пытался сделать. Друзья, я с ним согласен полностью. Всегда нужно давать все-ка второй шанс. Всегда. Это абсолютно правильно. Нельзя быть категоричным человеком. Нужно быть милосердным. Вопрос-то в другом, не в этом вопрос. Вопрос заключается в том, что, допустим, человек искренне раскаялся. Вот Моргенштерн возьмем. Искренне раскаялся. Он приехал. Что он будет делать? Он выпускал всегда музыку однотипную, одну и ту же. Что он будет делать? Он что будет? Писать песни о передовой фронте, об операции, о патриотизме? Ну, я сомневаюсь. Если бы он это делал, он бы уже спел. Взял бы, записал песню в стиле рэп, как он это делает, да? А Россию патриотическую и спел бы ее. Так он почему этого не делает? Так он за границей сидит. Он лишится всего там сразу, что у него есть. Счета, недвижимость, еще что-то. Поэтому он в таком каком-то ключе что-то записывает там. Так ты встань тогда, скажи. Как понять, неважно, человек раскаивается действительно или нет. Это очень важно. Человек искренне понимает, что он там ошибся, что он неправильно сделал. Сделал неправильный выбор, что действительно Родина это святое. Я просто не понимаю. Мне не укладывается певцов и вот это вот все. Так же, как Дованков и Мизулина, 100 часов исправительных работ. Закон доносчиков. Как он говорит, пора положить конец об этой, как там, поиске справедливости в интернете или что. Это что так вообще, как я не понимаю. Людям что, нельзя высказаться против тех, кто против России? То есть, им можно тогда высказаться. Может быть, лучше принять закон, чтобы они не могли высказаться против России? Например, высказался против России, уголовную ответственность вести за это. Или 100 часов обязательных работ тому, кто против России высказался. А получается, 100 часов обязательных работ той Мизулина, которая сделала так, что человек, который дебилизировал молодежь, с моей точки зрения, он уехал. А что бы ему в армии не послужить? Я не понимаю. Что она плохого-то сделала? А Певцов что говорит? То есть, получается, сейчас Моргенштерн если станет, он депутат же Госдумы Певцов, он же не просто теперь актер. Я не знаю, друзья. Что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на мою социальную сеть ВКонтакте, Одноклассники, запрещенная грамма. До встречи.